Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами евангельское чтение. Все евангелисты рассказали об этом случае, когда богатый юноша задал вопрос Господу нашему Иисусу Христу, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Мы все это знаем. Когда ученики спросили, так кто же тогда вообще спасется? То есть разрушено их иудейское убеждение в том, что если человек богатый, значит, все, он уже спасенный. Все разрушено. Так кто же спасется? Вопрос. Оказались у разбитого корыта. И Господь сказал, а человекам ничего невозможно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с воскресным праздничным днем вас сердечно поздравляем, дорогие братья и сестры. Неделя 12 по Пятидесятнице. И на следующей седмице, дорогие братья и сестры, во вторник, это 14 сентября, 1 сентября по старому стилю, церковное новолетие, церковный Новый Год. Этот год открывается Великим Двундесятым праздником, начинается с Великого Двундесятого праздника Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. А заканчивается церковный год всегда Великим Двундесятым праздником «Успение Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии». До 1700 года, вот это 1 сентября, было Новым Годом на Руси. Мы взяли это от Византии. В 1700 году Петр I решил все сделать, как на Западе, и поэтому Новый Год стал 1 января. Этот Новый Год, этот день, он отчет ведет со дня сотворения мира. И мы, есть разные даты по сотворению мира, но мы византийским отчетом пользуемся. Это до Рождества Христова 5508 год. То есть, до Рождества Христова 5508 лет прошло, ну и сейчас 2021, то есть 7500, кто хоть знает математику, 20, да, 29 год. Итак, церковное новолете. Будем молиться, благослови, Господи, венец лета благости Твоей, дабы действительно церковный год для нас во всяком благочестие и чистоте прошел. На следующий день, дорогие братья и сестры, в среду церковь поминает преподобных отцев Антония и Феодосия Печерских. Это родные мои, даже раньше, чем середина XI века, конец X века мы были крещены, то есть в 988 году было крещение Руси. А вот уже появились молодые люди, такой, как Антоний, который пошел в Грецию, и именно на гору Афон, где он у великих старцев учился духовному деланию, духовному возрастанию. И, побыв на горе Афон, вот впитав, как губка, вот эту, всю эту благодать, которая там почивала и почивает на горе Афон, он вернулся в Киев. И там вот были пещеры, в которых он себе сделал келью, там подвязался один молчание. Но Богу угодно, конечно, чтобы такие подвижники были известны. И поэтому люди стали вокруг него собираться. Ну, вот один из первых учеников его был, это Феодосий. И вот Антоний и Феодосия – это как раз те святые, те преподобные отцы, которые основали Киево-Печерскую лавру. Это тоже действительно много сердец в Русской Православной Церкви. Я уже говорил об этом, и Троице-Сергиевская, и Киево-Печерская лавра, и иные лавры, Почаевская и так далее. Это сердца нашей с вами Церкви. Ну, и хочу просто напомнить, что в субботу церковь поминает пророка Захарию и преподобную Елизавету. Это родители Иоанна Крестителя. Ну, и родные мои, хочу сказать, что в районе тракторного завода там построена Церковь Рождества Крестителя Господня Иоанна. А вот маленькая церковка, которой они очень много лет молились, как раз сейчас она крестильная церковка у них. Они из нее сделали действительно крестильную церковь. И поэтому, родные мои, мы с вами, в общем-то, поздравляем наших братьев и сестер прихожан Церкви Рождества Иоанна Крестителя с их престольным праздником. Святые пророчи Захарии и праведные Елизаветы, молите Бога о нас. Сегодня, родные, сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем перенесение мощей Александра Великого, благоверного великого князя Александра Невского. И мы с вами помним, родные мои, что в этом году 800 лет, как раз со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского. Достаточно сказать, что вчера было всеночное бдение в Александра Невской лавре, в котором участвовал как раз в этом богослужении наш с вами митрополит, патриарш и экзархсия Беларуси, Вениамин. Он сейчас там, как раз, в Санкт-Петербурге, на этих торжествах, посвященный как раз 800 лет со дня рождения Александра Невского. Сейчас, наверное, уже закончилась служба, может, еще нет. Служба в Александра Невской, вот я тут не могу точно сказать, точно ли в Александра Невской церкви, но служба, посвященная действительно памяти Александра Невского, наверное, скорее всего, в Александра Невской лавре, которая возглавляет святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл. Он сейчас как раз прибыл вчера в Санкт-Петербург. Ну, а мы, родные мои, знаем, что в нашем с вами граде Минске есть храм, посвященный благоверному князю Александру Невскому на военном кладбище. И мы также от всего сердца, я думаю, поздравляем наших братьев и сестер, которые являются прихожанами как раз вот этого храма, посвященного Александру Невскому. Ну и наш приход, вы, наверное, видите, наша иконописец Ольга Игоревна Игоревна Черняк, она как раз вот к этому юбилею, 800-летию со дня рождения Александра Невского, она написала вот икону Александра Невского, которая у нас здесь будет размещена уже в соборе. И вы видите, что в свое время стали писать икону Александра Невского в виде великого князя. Да, мы знаем, что он ни одного поражения не претерпел, дипломат был и так далее. Но вот Ольга Игоревна как раз коснулась его христианского подвига. Он же причислен к лику святых не за воинские победы и не за дипломатические какие-то успехи, а именно за свой христианский образ жизни. Ну и он, как мы знаем с вами, в последний, можно сказать, год своей жизни принял схему с именем Алексей. И вот теперь эта икона будет здесь у нас в нашем соборе. посвящена 800-летию и 800-летнему юбилею Александра Невского. Ну а мы, еще раз повторюсь, для нас это урок вот такого подвига христианского, который совершил этот великий угодник Божий. Святой, благоверный, великий княжи Александре, моли Бога о нас. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами евангельское чтение. все евангелисты рассказали об этом случае, да, когда богатый юноша задал вопрос Господу нашему Иисусу Христу, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Мы все это знаем. Если взять вот каждого из евангелистов, потому что каждый на чем-то акцентировал какой-то детали, которые другие евангелисты не означили, то можно как бы это событие развивалось таким образом. Господь наш Иисус Христос, Он благовестовал и как всегда вокруг Него собралось огромное количество людей, которые Его слушали. И в том числе рядом были и ученики Христовы. Когда благовестие завершил Господь и уже начали люди потихонечку расходиться, вдруг вот из толпы как раз к Его ногам бросился и на колени встал юноша. И каждый из евангелистов добавляет, что это был один из начальствующих, это богатые юноши, говорили так, знатные юноши и так далее. И мы с вами можем понять, что действительно, видимо, тронуло человека сердце проповедь Христа Спасителя, что он бросился, ну, может быть, я не знаю, если он из начальствующих, ну, может, осудили бы его, чем же он на колени встал перед Иисусом из Назарета. Да, это учитель, но он уже не смотрел на какие-то такие, может быть, осуждения людей и так далее. Он бросился к ногам Иисусовым. Один из евангелистов говорит, что он хотел искусить Господа с искушением, но другой евангелист говорит, что Господь посмотрел на него и полюбил его. И, как мы с вами знаем, этот юноша обратился к Господу и говорит, что учитель благий, что мне нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Господь сделал ему замечание. Благ только Господь Бог, почему ты так меня называешь? Ведь я еще для тебя Иисус из Назарета, ты совсем меня не почитаешь, ни Сына Божьим, ни Мессии и так далее, а ты вот так-так ко мне обращайся. Тут есть смущение, а почему Господь сделал замечание за то, что он его назвал благим? А что тут такого? А благих людей нету, что ли? Дело в том, что вот этот греческий глагол, с которого перевод сделан на русский язык, на церковнославянский словом благий, наверное, все-таки, я думаю, что в прежние времена немножко другое значение этого было слова, нежели сегодня. Но там есть еще одно значение этого греческого глагола, это любящий. И вот если вместо благий ставить учитель любящий, скажи мне, что делать, чтобы наследовать Царствие Небесное? И Господь говорит, любящий всех, только Господь Бог может. Зачем ты меня таким называешь, если ты меня таковым не считаешь? Ну, я думаю, что так даже более понятно, почему Господь сделал это замечание этому богатому юноше. Ну, и тот спросил, так, все-таки, что же мне делать? А Господь говорит, заповеди, давай, соблюдай заповеди. Я еще раз повторюсь, мы часто говорили об этом, это обращение к каждому из нас с вами. Вопрос этот стоит у каждого из нас с вами. Что, Господи, нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Правильно ли мы живем? Правильно ли мы исполняем то, чему ты учил? Или у нас есть ошибки? Мы спрашиваем его, конечно. Поэтому ответ этот звучит не для этого юноши, а для всех нас. И до скончания века этот ответ будет звучать. Исполняйте заповеди. Он сказал это, причем тот спросил, а какие заповеди? Ну да, не убей, не прелюбоса творит, там не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца своего, матерь, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот тут важный момент такой. Дело в том, эти заповеди Моисеевы, о которых сказал юноша, что я с детства, с юности все исполняю, родился в семье верующий, был воспитан таким образом, это уже автоматически исполнение заповедей у него и происходило. Вспомним родные мои фарисеи, который молился в храме, а там в притворе стоял мытарь. Тот же тоже говорил, благодарю тебя Господи, я все заповеди твои исполняю и десятину отдаю и так далее, и так далее. Почему же получается, что Иоанн Креститель, глядя на этих фарисеев, которые все заповеди исполняли, и вдруг он говорит, вы выкрашенные гробы, снаружи все красиво у вас, выкрашено, а внутри гниль одна. И вот тут родные мои разницы между Ветхим Заветом и Новым Заветом, то есть вот той благою вестью, которую принес Господь наш Иисус Христос. Если по жестоковыности прежних людей, ветхозаветных, были вот эти запретительные заповеди, не делай этого, не делай того, не делай третьего, то Господь наш Иисус Христос обращал наше с вами внимание на внутреннее наше состояние. Вот что Господу Богу надо. Не всесожжения обильные там, да, тельцы и так далее, а сердце сокрушенное, смиренное. Вот что Господу надо. Смотрите, заповеди блаженства мы с вами слышим, поем все время, да? Блаженны нищие духом, якоти наследуют, что царствие немедует. Вот ответ этому юноше. Оказывается, нищие духом наследует Царствие Небесное. Он это, вот Господь нас привел. Блаженны, милующие, якоти помилованы будут, родные мои. Блаженны, чистые сердцем, якоти Бога узрит. Здесь, в этих заповедях, Господь говорит о внутреннем состоянии человека, что было утрачено тогда фарисеями, начальниками духовной жизни иудеев. Они только внешнее исполнение вот этих пунктиков, которые важно было исполнять, конечно же, естественно, да, но самое главное следить за тем, к чему исполнение этих пунктов должно привести, должно привести к изменению внутренней сердца, души человека. Ну, а вот этого как раз и не наблюдалось. Как фарисеи, тогда в храме, помните, благодарю тебе, что я все там исполняю, десятину даю на церковь, а я вот не такой как этот несчастный мытарь, да и вообще все эти, кто меня мерзавцы там и так далее, плохие люди меня окружают. Ну, о чем это говорит? Заповеди все исполняются, а внутри гниль, именно гниль, потому что превозношение совершеннейшее, осуждение всех и вся, а я вон какой, я достоин тебя. Ну, вот об этом сказал Господь наш Иисус Христос как раз этому юноше про любовь к ближнему, потому что, да, формально получается, он, ну, конечно, любит ближнему, а как это вообще узнать, любишь ты ближнего или нет? Ну, вот как это узнать? Да, я люблю всех ближних, я люблю по делам, родные, по делам, а перечень этих дел Господь нам дал, когда приоткрыл завесу о том, что будет тогда, когда он вторично придет в этот мир, что такое этот суд, какие вопросы будут задаваться, а накормил ли ты, а напоил ли того, кто хочет? А ногой человек, ты его одел? Ты навестил ли в больнице болящего человека или в темнице утешил ли человека, который в темнице сидит? Вот вопросы, то есть должно быть дело, дело не е добрых дел. И вот Господь, когда уже этот юноша сказал, что я от юности все это соблюдаю, а чего мне еще не хватает? И тут Господь, помните, сказал ему, ах, ты хочешь быть совершенным? Пожалуйста, ты все заповеди ветхозаветные Моисеева исполняешь, то есть ты не делаешь плохого. А делаешь ли ты что-нибудь хорошее? Простой вопрос. Что-нибудь хорошее ты в своей жизни делал, или ты не делаешь ничего плохого, только лишь? А вот хочешь быть совершенным, да? что тебя привязывает цепями к миру? Что к миру привязывает человека, его, этого молодого человека? А там много чего привязывало. Там не только благосостояние, то есть деньги, он был богатым человеком. А он был из начальствующих, родные мои. А он был знатный человек. У него много чего связывало с этим миром. И смотрите, ведь Господь что ему сказал? Господь ему сказал, становись моим апостолом, в принципе. Вот так он сказал ему. Хочешь быть совершенным? Возьми, продай свое имение. Раздай нищим и следуй за мной. То есть будь моим апостолом. И он отказался стать апостолом Христа Спасителя. Хотя благовестие его поразило, как мы с вами понимаем из этого сегодняшнего вот этого события. Ну а дальше уже, как мы с вами помним, да? Господь сказал ученикам, трудно богатым войти в Царствие Небесное. Что, как сказано сегодня, поразило учеников. Тоже мы знаем, почему поразило. Потому что иудеи считали, что если человек богатый, значит, к нему благоволит Господь Бог, значит, он спасенный. Ну и все. И вдруг Господь говорит, да не так это. Совсем не является как бы обязательным для Господа Бога. Если человек богатый, значит, его спасти. Тут уже стоит вопрос, а каким образом вот это то даяние, которое дал человеку Господь, то есть благосостояние, богатство, как он им пользуется, правильно или неправильно? Вот тут второй вопрос. И, конечно же, когда ученики спросили, так кто же тогда вообще спасется? То есть разрушено их иудейское убеждение в том, что если человек богатый, значит, все, он уже спасенный. Все разрушено. Так кто же спасется? Вопрос. Оказались у разбитого корыта. И Господь сказал, а человекам ничего невозможно. Действительно, людям ничего невозможно. Господь знает наши слабости, что мы слабенькие совершенно, да, но все возможно Господу Богу. О чем это говорит? А это первая заповедь блаженств. Блаженны нищие духом, якоти и помиловы не будут. Их тех есть в Царстве Небесном. Блаженны нищие духом. Нищета духовная, это, родные мои, это осознание того, о чем вот Господь сказал в конце сегодняшнего Евангелия. Ничего невозможно человекам, все возможно Богу. Это осознание того, что все, что человек имеет, ему даровал Господь Бог. Когда начинает бить себя в грудь, я ночами сидел, книги читал, я так учился, хорошо, я достиг таких вершин и тому подобное. Ошибка, родной мой. Действительно, Господь даровал тебе, Он дал тебе память хорошую, ты запоминаешь, способность к научению и так далее. Или там способность, как Александра Невского, например, быть военачальником, талантливым, это от Бога дано. Когда мы это поймем, что мы все-таки зависим полностью от Него, и тогда мы припадем к Нему на коленках и будем взывать, благодарить Его за Его милости, потому что мы недостойны, если мы осознаем, что действительно мы недостойны такого благорасположения Его, любви Его к нам, благодарить Его за это и просить, не стесняться просить, Господи, помоги мне, помоги моим внукам, вот они экзамены сдают, мы просим, просите, ведь апостол Иаков так и сказал, хотите что-то получить и не получаете, да потому что вы не просите, вы не обращаетесь, вы не говорите о том, что вам это надо, не забываем это, любое, что необходимо, мы вопрошаем ко Господу, любая просьба, которая должна быть озвучена и вознесена ко Господу Богу, а Он уже знает, что полезно исполнить нам, а какая наша просьба во вред, так как апостол Иаков тогда и сказал, просите и не получаете, потому что не на доброе просите, поэтому все, что мы имеем родные мои, все от Господа Бога, мы Его благодарим, просим Его родные мои, а если не получаем, мы Ему благодарим, благодарим Тебя Господь Бога, садимся в машину, да, или в автобус, и вдруг чего-то там нога заболела и мы не попадаем, и потом в газете читаем, что все перевернулось, что много жертв и тому подобное, но Господь нас почему-то сохранил, так мы благодарим, родные мои, слава Тебе, Господи, Ты же знаешь, что лучше для меня. Спаси и сохрани вас, Господь, дорогие братья и сестры, с воскресным праздничным днем вас, и еще раз поздравляем с праздником памятью Александра Невского, благоверного великого князя, ну и причастников поздравляем с принятием Таня Христовых, выслушаем благодарственные молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе